Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. У нас вот тема возникла, называется «Вопросы, пожелания, события дня». Задавайте вопросы. Некие Колесникова, Николая и Анна. Я их не могу найти. Мы сразу взяли это и видим, что действительно людей это интересует. Ну вот сегодня у нас 4 января 2016 года. Какие поступают сведения, письма? Вот так называется, пожелания люди дают, поздравления. Ну вот решили, раз людям нравится это, разбирать во свете Библии. Давай. Считает Андрей Никит, Андреевич Колесников. Это с Украины приехал. Андрей Кричков. Добрый день, Игнатий Тихонович. Я прослушал вашу запись Иоанна Златоуста, все 12 томов. Очень благодарен за ваш труд. Насколько мне известно, такой нигде не найдешь. Вот что я сделал. Для себя и для тех, кому я бы хотел дать прослушать ту или иную беседу. Запустив программу, я на компьютере пропустил беседы через нее, улучшив качество звука. То есть стабилизировал и все беседы раздробил на части, дав им соответственные имена. В итоге у меня вышло 1267 файлов или дорожек разных размеров. Размер 12 томов, 13,9 гигабайта. Я хочу переслать вам все это на ваше усмотрение. Если вам понравится, можете выставить на веб-сайт. Вопрос, как сделать? Через интернет или по почте письмо на USB-носителе. Дальше что пишет там, как переслать, что не знаю как. Ну вот Андрей нашел такое. Ну а откуда это взял он? А я показываю где. Вот смотрите. Это наш сайт. Православный библейский сайт. С этим совсем соглашается. А это нет. Православный библейский. Это несовместимые вещи. Как православие? Православие вообще обредет неизвестно где. Патриархия, сатанинская секта. Заголовки-то какие? Почитайте. Считать страшно даже. Почему? Далее по вот этому. Библии как будто бы нету. Все еще то в политику куда-то лезут. Надо сделать вот то. Делать там епископа. Там больше епископов. Ну главное это оставлено. Библия-то в стороне лежит. И вот здесь православный форум. Если задеть сразу на наш форум. Ну наш форум. Это вот я покажу. Вот какой. Вот это здесь не видно. И вот наш форум как выглядит. Вот заходите на него. Потому что я вконтакте не бываю. Хотя страничка есть. А работают на нем модераторы, администраторы. Это коллектив работает. Участники в этом больше десяти человек. Это не просто такая. От поприхоти как говорится. И вот они там берут, которые ко мне вопросы задают. И перекидывают на наш форум. А теперь когда они там посмотрят? Когда я отвечу? Когда получат обратно? То есть видите какая затяжка? Перехладные. Поэтому мы приглашаем теперь всех. Прямо заходите на наш форум. Ну и вот здесь вот верхняя строка. Вот смотри я показываю. Новое сообщение. Раз давнул. Там регистрация очень легкая. Вот здесь написано правило. Правило форума. Прошу не нарушать. Некоторые прямо усиленно стараются нарушать. Ну просто запечатаем и больше не зайдете никогда. Нельзя это. Обсуждать дела администрации не положено. Там написано. Вы пришли на готовое. Вы на готовое. Берите. Не нравится? Отошел да и все. Ну зачем это? Сквернословить начинают. Просто безобразно ведут себя. Ясное дело, что администраторы смотрят за этим делом. Ну и правильно, что там пресекают эту деятельность. А в конце вот здесь вот общий поиск по этой строке. На его нажатие рамочки. Запусти любое слово. Что там и на нэн, щип тебя интересует. Ну что-нибудь. Благовестие. Там все это можешь найти. Мы сейчас возвращаемся. Что пишут тут? Вот он говорит. Андрей. Да, он-то говорит о чем? О том, что Златоуст это сделал. Где это? Вот. Смотрите. Звук и видео. Вот. Вот сейчас если я нажму. Звук и видео. Вот теперь пошло. Что начитано моим голосом? Аудио, Библия. Библия с неканоническими книгами. Скачал ее дома, поставил. Или в дороге ехал на жестком диске. Архипелаг Гулаг Солженицына. То есть, когда я насчитывал, вообще не было в интернете. Это насчитано в 80-х годах. Потом пересчитано было. Творение Златоуста 12 томов. Житие святых 12 томов. Добротолюбие 5 книг. Григорий Дещенко 4 книги. Ну а дальше разных святых отцов. Беседа с Александром Менем другие там. То есть, это очень и очень большое. Дальше интервью. Большой материал. Фильмы у нас снятые, которые были о потерянке. Государственные фильмы. Когда еще интернета никто не знал. Там приезжали с такими бобинами. И фильмы непростые. Вот фильм первое место на международном киноконкурсе. Он как называется. Предчувствие. Глаз вопиющего. Или второе крещение Руси. Малашина. Второй фильм. Златоуст из Потеряевки. Занял первое место в России. Понимаете, это очень большая информация. Ну а здесь дальше прочитайте. Что тут еще? Какие интервью были, с кем, кто насчитывал. Это все здесь. Вот. Если я назад возвращаю, это наш сайт. Вот здесь. Вот проповеди. Здесь вот 4124 ответа я даю. 55 папок по тематике. Вот нашел, что тебе деньги интересует. 12-й. Кнул. Вот пошли. Какой том? Это 30 томов у меня вышло открытым оком. Ну вопросы, которые мне в университетах задавали на радио, когда я вел по радиопередаче, на телевидении. У меня ослабленный слух. И потом в песенном виде писали мне на записках. А потом вот полностью подробно отвечено здесь. Ну вот нравится вот это. Что тут написано? Не грех ли деньги класть на сберкнижку, чтобы собрать на похороны себе? Вот. Второй том. Том такой. Смотри. Вот раз открыл, вот теперь ответ. Жирным выставлено. Это курсивом. Это Библия. Как? Из Библии взятого том. Глава стиха двоеточие. Потом пробел, тире, пробел. Кавычки открыты. И везде так. Везде одинаково. Оно красиво смотрится. Вот где. Ну вот и дальше мы будем сейчас смотреть. Какие у нас здесь вопросы пришли. Этому Андрею я ничего не могу дальше ответить. 1267 файлов. Каждый файл это 2 часа 5 минут. Каждый. Это они чуть побольше, поменьше там секунды буквально. Ну представьте сколько. 1267 файлов. 12 томов златоуста. Ну чего это это стоит? Милости просим. А отсюда легко заходить на наш Ютуб. Там прям рядом только. Вот. Давнул и вы. Все. Вот где оно? Допустим. Вот этот здесь вот. Вот. Видеоканал. Это наши книги. Для слова Божия нет уз. Фотографии. Ну фотографии там 18 тысяч. Наши. Стихотворения мои 3467. Аудио. Видео. Новый завес. Толкование. Вот все мои книги. Не приглашения, а обращения. Библиотекам, другим. Кто желает получить книги, ну уже развезли. Теперь же можно сказать маленько устаревшие. Вот так. Не могу знать, Андрей, как. Ну сам придумай, как переслать или сделать. Доделайте сами. Вопрос. Вопрос. Отчего так случилось, что те, кто с вами были в хороших отношениях, и были беседы по скайпу, и при том все хорошие, и ваши собеседники не возражали, чтобы эти беседы были в интернете, вдруг стали требовать удалить эти ролики с их участием. Хотя прошло уже несколько лет. И если даже вы не убрали, они стали обращаться в администрацию, и сами стали взламывать ваши страницы, и удалять свои же, уже бывшие труды. Как это понимать, прикажете? Ответ. Никакой тайны тут нет. Такие были и доморощенные, и заграничные, и разные всякие. Причина только одна. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Или жена припугнула, или вышестоящий. Почему? Потому что с этими людьми мы беседовали очень дружески, и они возмущались беспределом епископов, их хамством, грубостью, жадностью. И они возмущались еще чем-то, даже деятелями в государстве. Но проходит время, и видно, что рубашку себе они испросили не по размеру. Теперь у них одна задача – замести следы и показать свою суперпатриотичность. Есть и такие, которые после этого просили снова на беседу, и по-хорошему, но уже дверь заперта. О них можно только молиться. Ну вот так. Понятно, что это не простое такое какое-то дело. А как это? Ну вот у меня открытый лист. Это в моем мире. Мой мир. Я потом отдельно покажу, наверное. Да можно даже сейчас показать было бы. Вот мой мир. Минутку глянуть, как он открывается. Мой мир. Вот теперь в моем мире наша страница. Моя страница. Что тут у нас есть? Вот она. Видите, как выглядит. Здесь вы можете писать, зарегистрировать все. Ну, в частном порядке что-то спросить где-то. Вот. Ну и выставляем ролики. Сколько наших роликов здесь? Видео 2173 роликов. Сколько фотографий? Фотографии 18380. А на YouTube больше 4000 наших роликов. Ну и вот здесь есть такое сообщение. Вот я сообщение получил сегодня вот такое вот. Вот просчитаем теперь. Ну, просчитай. Это пишет из Краснодара Марьясов Александровна. Ну, прочитай. Ему кто пишет? Вот один из таких, который заметает следы, обращается, взламывает бешеные слова. Говорит, что там случилось с человеком? Я сказал, что. А что теперь делать? Только молиться. Ему очень тяжело этому человеку. Очень тяжело. Когда Ян Гус сидел уже готовый в камере, обманутый королем. И в это время к нему приставили прислуживать одного. Ну, и такие вопросы он задает. А как ты считаешь? Вот в причастии хлеб остается хлебом и летел. Он понял, что ты не стражник. Это кардинал был. Инквизитор. И он ему отвечает. А он не выдержал тогда и говорит, да ты столько зла, смуты в церковь насел. Он говорит, тебе очень тяжело. Молись. Ненависть глушит совесть. Он его Ян Гус перед смертью обречил. И показал, кто он. Зачем ему. И вот этот человек, он говорит, священник. Представьте себе, священник. Что сейчас услышите? И как он говорит. И были хорошие-хорошие беседы. Я ему книги выяснил. Он по нашим книгам занятия вел у себя там в епархии. И теперь все кверх ногами. Нашел таких же соратников себе. Таких же словящих. Почему? Исидор Пелосиот говорит. Предвзятость, то есть заранее настроенная, не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Вот весь ответ. А почему? Служители дьявола. Делаются и служители Божьих. Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоть отца ваш. Он был жертв, человек-убийца. То есть состояние такой злобы, что бомбят местного патриаршего, митрополита Сергия Иванникова. Да ты с кем знаешься? Да Игнатий эритик, супереритик, кто другое. Ну мы по телефону разговариваем. Он говорит, такое впечатление, что они убить вас хотят. А отношение нисколько его не изменилось. Батюшка на дядо встречался, он обнял, поцеловал, благословил, расспрашивает обо мне, чем занимаюсь и все. То есть эти люди, как говорится, сошли с ума. И поэтому нужно молиться. Тем более этот самый Дудин, когда были хорошие отношения, просил помолиться. У меня, говорит, воспаление мозга. Ну нельзя на полном серьезе понимать то, что он говорит сейчас. Вот считай, что он говорит. Он долбит теперь Кальмаева, который был руководителем группы на север, Благовестнической нынче. Марьясов. 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 Это он мне сегодня скинул ночью. Его пишет Сергей Этальдудин. Предупреждение всем православным христианам. Верным чадом РПЦ МП. Александр Марьясов. Распространитель еретических книг лжеучителя Игнатия Лапкина. Книги Игнатия Лапкина содержат хулу на святое монашество, на почитание святых мощей. Содержат наглые хамские высказывания в отношении святейшего патриарха Кирилла. А также хулы на прочие практики святого православия. Александр Марьясов. Александр Марьясов ему отвечает или что? Не, не, не. Беспокаянный распространитель еретичества Игнатия Лапкина. Следующее. Александр Марьясов под влиянием антиправославного лжи миссионера Игнатия Лапкина летом 2015 года совершил акт поругания таинства святого крещения через повторное полное погружение в Потеряевки. Повторное полное. Никакого повторного не было. Был обманули, попыт, они крестят. Ладошкой по голове деньги плате и пошел. То есть бандиты, как патриарх Алексей Второй назвал их, волки лютые. То есть их нельзя трогать. Они портят все таинства, венцы даже на голову не надевают. Но это-то можно проверить-то. Оглашенные изыдите не выполняют. И пяти мини накладывают. То есть полный распад. Как такого православия-то никакого нет. И не допускают до причастия. То есть как демоны сделались. И Антотаус говорит. У любого зверя одно какое-то качество. Волк там кровожадный, змея там ядовитая жалит. В человеке все это. Человек хуже любого зверя. А потом говорит. А как демоны? Демоны не имеют тех пороков, что люди. У них нет серебролюбия. То есть эти люди, обуреваемые злобой, подчинившие свой разум сатане, хуже демонов. Это не мои слова. Не мои. Иоанна Златоуста. Дальше. Потеряевки. Называют обеззаконие, в кавычках, истинным крещением. Тем самым Александр Марьясов бунтует против православного епископата, не благословляющего перекрещивать обливательное или окропительное святое крещение. Святое крещение. Крещение означает погружение, баптизантос. То есть, что сказать на это? Более того, Александр Марьясов участвовал в этом акте вопиющего беззакония из рук безумствующего священника. Безумствующего? Батюшка. Он слушает литургии, вы увидите воскресенье. То есть, это совершенно уже человек, ну как, человека-демон или кто уже хулит-то. Что хулит? Служба идет вместе с метрополитом. Он приезжает в метрополит Московской патриархии в Потеряевке, служит вместе. Произносит первосвятителя, там, Илариона с патриархом. Говорит слово. Это все ничего не значит. То есть, полное, абсолютное безумие. Полное. То есть, крыша поехала. Дальше. Более того. Более того. Александр Марьясов участвовал в этом акте вопиющего беззакония из рук священника, да. Который не имеет благословения на священное действие ни от одного православного епископа. Обожди. Имеет благословение, он ему никакой благословение, он рукоположен, не запрещен. И он и должен иметь благословение, чтобы стоял епископ, крышевал его как будто. Какое? То есть, совершенно с ума сойти надо. Какое благословение? От кого? От него? Рядом метрополит служит вместе. Какое благословение это? Вместе в алтаре стоят тут же священники, секретари епархии, тут же хор привезенный из епархии, тут же семинаристы. То есть, это полное, абсолютное помрачение разума. Прошу, помолитесь об этом человеке. Там тоже и хорошее было. Жена больная, как он говорит, дети больные. Архиерей ему, он тогда хорошо говорил, а вы знаете, я хоть слово скажу, архиерей меня среди зимы выкинет на улице с ребятишками. Вы знаете, какой архиерей злобный. И теперь эти ролики он выискивает, жалуется, убрать, стереть. Почему? Ну, как правило, это мужья подкаблучники, то есть, жена упрекнула и все. Или пообещали какую-нибудь должность, особенно опасно, когда она миссионерскую работу выталкивает. Они миссионерство не нюхали. Миссионерство это путешествие, это ход совершенно в другом измерении. А здесь какой ход? Готовы православные, всех подносят все. То есть, это инквизиторы из того эпохи, маленько от Никоновской реформы остались. Сергианство. Давай. Тем самым, Александр Марьясов и же с ним, это банальные сектанты-раскольники, которые ожесточенно не желают каяться в своих беззакониях. То есть, ему нужно, чтобы все под него легли. Беззаконники. Вот мы не выбираем, как есть, так и есть. Помолитесь, прошу. У него нет квартиры, ему плохо. Чтобы Господь на суде ему это не вменил. Он не знает, что худо творит. Ему нужно оказать какое-то внимание, там, любовь, чем-то помочь, может быть, деньги собрать. Я не знаю, но как-то маленько умягчить его. В этом состоянии у него лопнут мозги. Просто не выдержит. Это же, он-то говорит, как будто бы рядом кто-то, он злобится на них. Когда Лыковых нашли, там она в базе, отшельники-то, то Василий Песков говорит, он говорит о Никоне, как будто он за стенкой живет. Но чтобы усилить молитву, выйдите ночью при звездном небе, как Монтейн говорит. Отрицать Бога при звездном небе или у гроба ближних может только совершенный идиот. Совершенный идиот. Тут помолишься, звезды, такая вещь, земля где-то летит со скоростью пули, на чем все держится, океан, мир к концу подходит. И тогда вот это виртуально, это, Господи, помилуй только, Господи, да прости его, да пусть он выйдет и взглянет на небо, хотя маленько. Это полностью обуреваемый злыми духами, облепленный ими, такие слова говорить. Страшные, безответственные. Но это все где-то в другом городе, это он так злобится, как будто я рядом стою. А что ты сделаешь-то? Люди поняли это, едут на Афон, и там не, в Греции, там не признают это крещение мощения, совершенно. Войны Яценевский не признавал какое-то крещение. Все сектанты, старообрядцы, все в полное погружение. В России все всегда крестили тысячу лет. А это новые, разбойники, пираты захватили корабль. Там ничего нету священного. Хуладно идет. Ну, помилуй, Господи, помилуй его. Дальше. Прикрываются эти сектанты якобы точным исполнением канонов церкви, но на самом деле просто следуют грубому фарисейскому прелестному примитивному формализму. Видишь, какие слова формализма надо наворачивать. Ясно, что человек этот не молится, он не знает, что такое. То есть исполнение заповеди формализм. А он теперь все заповеди полностью. В 30 до 30 лет ты рукоположен. Тебя извергать надо. Шестой Вселенский собор, 14-15 правила. Еще к миссионерству себя приписывают. Господи, помилуй, что сделалось с страной русской? Куда она скатилась? И что сделалось с теми, которые православные? Как за это будет отвечать патриарх, епископы, которые знают, что там за волчатник вырос? Считай. Их лжеучителя, антиправославного, беспокаянного, нового ереси и реарха. Сколько раз уже заворачивает и опять. Он не может. То есть потоком мутной, зловонной жижей изо рта идет. И Богу прости. Как до нового источника может добрый и худой, Яков говорит, идти? Никак. А о нем еще скажете. Ну вот еще, говорит, он сказал себе все. Кто он? Я о нем говорю только одно. Помолиться о нем. И оказать ему, ну, сколько возможно, какое-то благодеяние или еще, говорится, мыло купить ему, ящик или что еще там еще, порошка стирального. Дальше. Игнатия Лапкина, которого они почитают за, в кавычках, истинного пророка Божия, посланного для, в кавычках, обновления церкви. Но на самом деле Игнатий Лапкин это лжепророк, который в своей сатанинской прелести уводит людей от церкви в ад, самомнение и гордыни. Я 53 года тружусь как миссионер, это тысячи, тысячи людей, которые слышали, всех до единого, 53 года направляю в храмы московской патриархии и говорят, что там благодать. Представьте все, это необъяснимое вот это, а почему это необходимо. Эти люди совершают следующее, придут венец на голову, когда будут имя ваше как неугодное поносить, благодарите Бога. Дальше. Есть еще там ниже что-то? Да нет, подожди-ка, есть, наверное, что-то там еще. Ну и... Нет, а дальше что Александр пишет? Игнатий Тихонович, как мне на душе приятно и радостно за то, что батюшка Сергий поносит меня. Значит, труды мои не напрасны, ведь кто-то сказал, если вас ругают, то значит мы все делаете, вы все делаете правильно. Но батюшка Сергий Дудин и Виктор Скуратовский все равно не знают, как я, благодарен им, что они есть, и я молюсь по ним. И упрошаю-ка Господу, чтобы Господь сподобил, чтобы у батюшки была своя квартира. И тогда его сердце умягчится. Да и у Виктора все, чтобы было хорошо. Они одного понять не могут, что мы им не враги. Спаси и сохрани их Господи. Это сегодня я получил. Ну, сравните ту речь и эту. Разница какая есть все-таки. Благословен Господь. Ну и дальше мы смотрим, что здесь пишут. Почему он так пишет? Вот. Дальше. Валерий Соломатин. Этими роликами они сами себя обличают. Сатана ими управляет. Слава Христу. Так держать Игнатий Тихонович. Русская православная община. Почему служители московской патриархии набросились на деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина? Главная причина это значительно более достойный образец православной жизни в общине братьев Лапкиных. Этот образец обличает серьезные духовные болезни московской патриархии. Жизнь в нравственной чистоте, жизнь общинная, жизнь вне города, который превращается в Вавилон, Содом, Египет. Общинная жизнь, где есть старшие, но есть настоящее братство. Всего этого уже давно нет на приходах московской патриархии. Приходская общинная жизнь в МП умирает, потому что ее убивают. И заказ на убийство исходит от слух антихриста Кирилла Гундяева. И Илариона Алфеева. Игнатий Лапкин занимается людьми. Почему? Потому что им движет любовь к Богу и поближним. Отсутствие любви – главный недостаток московской патриархии. Община братьев Лапкиных совершает труд, с которым не может сравниться труд нескольких епархий МП. Слава Господу Христу за это. А иначе быть и не может. Ведь сегодня служители МП служат своему достатку ради власти и денежной корысти. Вот и все, все понятно. Откуда у нас я взял занятия 17 лет в техническом университете. И пришел проректор Семкин. И говорит, прислали, говорит, секретаря, чтобы мы вас отсюда выгнали. А почему это? Зачем они так делают? У нас аудитория, дадим, они всю жизнь за мной гоняются. Он говорит, вот у меня 13-й том вышел, говорит, детский лагерь. Почему они людьми не занимаются? Это говорит человек мирский, это всем понятно. Моя каноническая территория на карте поделили где-то. Ну ты посмотри, дома, кварталы, где вас никогда не было. Какая твоя территория-то? Какая территория? Ты территорией возьми одну квартиру и с ней занимайся. Дальше. В общине Лапкино, как и в любой настоящей православной общине, не может существовать магазин церковный. Нету, у нас нету. Ни с тарелкой не ходит ничего, святая десятина все покрывает. Служители Московской Патриархии сегодня не могут совершать, в кавычках, свое служение без церковного магазина, потому что они, как и во времена земного служения нашего Господа Иисуса Христа, уподобились иудейскому Синедриону, который превратил Иерусалимский храм в дом торговли и вертеп разбойников. Сегодня таковы приходы ЛМП. Можно спорить о некоторых вероучительных вопросах. Но в 20 веке и в начале 21-го за все это смутное богоборческое время сатана потрудился по созданию лжеучений, ересей и лжецерквей, в которых господствуют лжепасторы, чтобы запутать людей. Одна из таких лжецерквей – это МП, созданная в 1943 году по инициативе и по чутким руководствам спецслужб СССР. Так что жаждущие и алчащие правды утверждались в православной вере опытным путем, через гонимых советской властью и ее верной помощницей МП настоящих христиан, староверов, катакомбников, зарубежников. И на этом пути никто не был застрахован от ошибок, в том числе и вероучительных. Но алчащих и жаждущих Божьей правды Господь утешит, напитает и приведет в разум истины единство веры православной. Можно не сомневаться в том, что общинная православная жизнь общины братьев Лапкиных больше содействует трезвению, бодрствованию и чистой, но нравственной жизни каждого члена общины. А на приходах Московской Патриархии – полное нравственное разложение, позорящее звание православного христианина. Так что реакция служителей МП – это проявление зависти и ненависти, которые подобны зависти и ненависти иудейских служителей во времена земного служения Господа Иисуса Христа. Дальше. Вот ответ какой. И так-то понимает большинство людей. Вот это бешеное такое нападение, ну, как говорят, лютые волки, нещадящие стадо. И говорят, будет привратно говорить, чтобы увлечь за собою. Деяние апостола, 20 глава, 29 стих. Все привратно. И семинария, академия нужны только для того, чтобы любое безумие оправдать. Крещения фактически никакого нету. Венчания нету. Литургии верных нету, потому что оглашенные за детей выполнить не могут. И петь имени нету. Ничего нету. Только одно. Деньги, деньги, деньги за все, за все таинства. Симония покрыла все. Дальше. Ярослава Черемных. У этих, кавычка, обличителей всего два десятка подписчиков. Поэтому просмотры там только потому, что от вас, Игнатий Тихонович, люди узнают. Еще так призываете. Идите, посмотрите. Любите вы их, несмотря ни на что. Бесконечно благодарю Бога за то, что вы передаете нам свою мудрость. Указывайте направление, укрепляйте веру нашу с добротой, строгостью, любовью и чувством юмора. Дальше. Русская православная община. Легче сидеть с наушниками в студии, чем ежедневно созидать православную общину, в которой торжествует настоящее православное братство и победа над грехом. Ну там они сидят, Самсонов, Дудин там, сидят и говорят, треп, один треп идет. И самое главное, что в священнической одежде это говорят, она скверняется в это время, когда говорит. А потом он в алтарь идет и руки поднимает. Это просто надо маленько представить. Дома малешенных, по-другому не скажешь. Страха вообще нет, веры никакой нет у них. Да разве верующий может такие слова говорить? Я о них только могу говорить, Господи, не вмени им в судный день, а ты не вмени. Они не знают, что худо творят. Господь говорит, гнали меня, буду гнать и вас. Если хозяина сказали силой князя Бесовского Вильзиула, как он не назовет вас? Он скажет это. Стюра Пирогова, долгих лет вам, Игнатий Тихонович, Влад Медведь. У нас один непримиримый враг, дьявол, а человек, что бы он ни делал, остается нашим другом и братом, святитель Иоанн Златоуст. Это мы читали, вы, можно еще раз, это мужчин. В патриархии нет церковь, патриархия это административный аппарат для организации земной жизни церкви, только и всего. Довольно странно от администраторов требовать благовествования Христе вместо административно-организационной работы. Ведь направляя пастуха, пасти овец или коров, от него требуют следить за животными, а не благовествовать окрестным селом. Патриархия, возможно, и тотальная всегдашняя ложка, вышка. Но те, кто говорил с отцом Всеволодом, представляют явление много худшее, поэтому их заявления не должны приниматься во внимание никогда. На мой взгляд, критикуя патриархию, следует всегда помнить, что тот, кто желает ее уничтожения, желает причинить вред церкви и вдохновляется врагом рода человеческого. Видите как, это противоположно, уничтожить, уничтожить, об этом разговора даже нет, что требует следить за животными. Но я сын пастуха, вырос на поле, я знаю, нет, не следить. Следить можно их запереть и держать на месте. Это пасти по злачным пажетям, в какой час, на какой траве, когда напоить. Вот этим и должны заниматься пастыри. А пастыри пасли сами себя, Писание говорит, овцы разбрелись по всем холмам, сделали с добычей всякого зверя. Пророки просто криком кричат. И Господь священникам говорит, Захарий, я вырву твой глаз, отломлю тебе руку. Малахия говорит, вы благословляете, а я проклинаю ваши благословения. Проклятием вы прокляты. Они это все от народа скрывают, причащают. Александрийский Макарий говорит, видит, в это время по храму черти бегают, уголь толкают. Никакого причастия-то и нету, когда недостойно причащаются. Дмитрий Маркин, много хотелось бы написать этому человеку, но своих бревен полный воз. Да. Алекс, а насчет бороды, есть такая пословица, пусти бабу в рай, она ее корову с собой возьмет. Кальмав Михаил, мир вам, Игнатий Тихонович, меня в моем мире заблокировали, то есть мою страничку. Причина не указана, но думаю, что это в происке Дудина, из-за этих девяти роликов ваших бесед с ним. Да. Он несколько раз пытался их убрать, заходил, что знаки вопроса. Да, заходил, убрать, да. Как невидимка, но у него ничего не получилось, и вот использовал какой-то другой способ. Вот так. Александр Марьясов, мир вам, Игнатий Тихонович, у меня такой вопрос. Мы знаем, что по желанию Езекии, небесное светило изменило свое движение на десять степеней назад. Это произошло в одно мгновение. Это сделано было в доказательство того, что Езекий утвердил то, что упование на Бога первостепенно, или здесь что-то другое. Четвертое царство, двадцать одиннадцать. И возвал Исаия пророка к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней. Ну, любые астрономы знают, чтобы назад повернуть, и мгновенно на десять ступеней, это речь идет, конечно, там не меньше часто, эта жизнь на земле бы исчезла, океаны вышли, все бы, все спихнулось. Значит, просто тень возвратилась, и все в глазах людей в тень. Не надо там говорить продлилось, повернулось, там небесное светило, с орбиты сошло. Тень, не надо выдумывать, больше ничего здесь и нету, чудо Божие. Андрей недоступ. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. Роман хорошо знает писание. Ну, об одном там говорили, в Украине пророчество. И все, что он сказал, близко мне по сердцу. Но я слабо верен, чтобы делать заключение. Хотелось бы вашего краткого комментария, если вас не затруднит. Про лидера партии 5-10 Геннадия Балашова слышал и порой слушал его программу. Мне он показался грамотным человеком, хотя с политикой свою жизнь стараюсь не связывать. Ну, уже об этом обсуждали, говорили, что он там говорил. Другие говорят, он совсем неверующий, говорит, ему только здесь вот больше 10% налог платить. Не надо, надо уезжать куда-то. Ну, уже об этом сказали. Одни так, другие так понимают. Снова. Александр Марьясов. Игнатий Атих. Ага, ты уже говорил, батюшка. Чтобы квартиру ему дал, Сергею там, помолите все. Сергей Дудин, у него с квартиры, ну, просто совершенно никак. Чтобы дал ему Господь. Я каждый день об этом молюсь. А что говорит сейчас? Ну, мало ли еще, беснуется человек на время, демон отпускает. В это время, может быть, и мозги просветятся. Это беснование. Отец на ум. Отец только всего... То есть, отец это на ум, Израилевич, еврей. В моем доме он пришел в православие, а теперь священником у патриарха Леи Второго в Грузии. Отец только сегодня посмотрел это видео Романа Демидова. Необычный проповедник. Помоги ему Господь. Очень будет интересно прослушать твой комментарий на это. Я уже давал на это. Библейское пророчество на Украину Роман Демидов. Помоги ему раскрыть. Лучше заменить Божьим словом эти мирские цитаты. На твой вопрос готов? Вот так, все. Дальше. Как ты там, Иисус Новин? Учимся в мой ролик. Правильно болеть. Что отвечает? Павел Сворожич. Прошлые года болел простудой по 5-6 раз в год. После смены работы потерялся страховой полис. Новый получать не стал. И вот уже два года не простываю. Теперь. Екатерина Сысоева. Мудрые советы. Мудрые советы. Многое благая лета вам. Спасибо вам, Игнатий, за этот ролик. А это мусульманка пишет. Самира. Мы у нее были. Муж у нее мула. Азербайджан. Баку. То, что вы делаете, отец, стоит многого. Награды от Бога. От Бога. Она понимает. А смотрит, не понимает православный. Видите как. Ангелина Дедова. Расскажите об истории своей деревни. Какой она была раньше. Всегда. Или жизнь в деревне была такой активной. Если нет, то как происходило возрождение. Очень интересно. Это история России. Я повторяю. Где это можно прочитать. Сейчас вот. Смотрите. Вот. Это наш. Воспоминание Библии. Сайт. Вот для Слова Божия нет уз. На нашем сайте. Тут все описано. Это книга. Книга из одних документов. Ну и воспоминания, которые есть. Так что. Тут ничего уже. Смотрите там и считайте. Алекс Устасу. Вот уж верно. Чуть не женился на такой. Который не видела во мне мужчину. Там один спрашивает. Это я люблю ее. А она меня там. Так то. И он на это ролик отвечает. Бегал. Любил до слюней. Да тьфу. Хвала Всевышнему. Свят. Свят. Свят Господь Саволок. О как. Когда он перестал за ней бегать. Ныне отпущаешь. И раба твоего владыка. Тьфу ты. Увлечен чем был. А теперь. Хоть нет во мне сильной любви к жене. Как к той. По которой убивался. Но теперешняя жена моя видит и уважает во мне мужчину. И видит во мне брутальность. Что тебе? Талант. Доброту. И все мужские качества. И я чувствую себя превосходно. А может мужчина это как раз и нужно. И это лучше в тысячу раз. Чем сгорать от любви. И быть чмом в глазах любимой и ее мамки. И про бороду тоже верно. Как его звать-то? Это Алексей. Алексей может. Александр. Дальше. Или Алексей. Я пишу тут одно. Мир вам. Мир вам. Она отвечает. Юлия Долбнева. И вам наш дорогой Игнатий Тихоныч. Ляльку только уложила. Могу позвонить ненадолго. Так вот. Некоторые мне пишут что-то. Я сейчас сразу скажу. Вот смотрите. Наш сайт показать хочу. Вот. Сфотографирую его. Приходите на наш сайт. А дальше все что в сайте есть. Дальше. Считать это? Не, ну еще тут считать нет. Просто я людям покажу. Вы сами прочитайте. И потом задержите. Затормозите. И все найдете. Вот так. Еще маленько. Вот. Теперь я это убираю. Еще одно. Бывает такое что. Дружба. А лица нету. Фотографии нету. Я им таким отвечаю. Считай. Если наяву вам кто-то будет предлагать дружбу. По телефону. И назначить встречу. И вы пришли. А там или сканер. Или зверь некий. Или нарисован пейзаж. Машина. И никаких данных о том. Почему на тобой так насмеялись. А вот в интернете это можно себе позволить. И уже вошло в глупейшую моду. Перед Богом каждый есть личность. Имеет свое лицо и прочие индивидуальные данные. Так что подобные насмешки на предложение дружбы. Пусть даже и виртуальные. Обратите сами на себя. Что и вам также будут предлагать под видом дружбы. Любую смятую бумажку. Храм или даже икону щутом. И кого вы ведете к себе. Отнеситесь к дружбе серьезнее. Этим рассуждением я вас не отталкиваю. А приближаю. Мы может быть будем еще и настоящими друзьями. Так полезны друг для друга во Христе Иисусе. В деле спасения наших бессмертных душ. Я никак не привыкну. Что люди ни имени не показывают. Ни откуда. Говоришь в пустоту. И почему мне в жизни за 75 лет. В скитании по земле. Не пришлось ни разу ни единой бумажки выпустить. Без личной подписи. И без указания своего точного адреса. Тем более в моем мире. На форуме или сайте. И во всех публикациях. Не в укор говорю. А просто в недоумении. Кому отвечать то. Мои телефоны на каждом столбе. В городе можно было прочитать. Ставьте свое фото. И анкету заполните. И снова сделайте запрос о дружбе. Если видите в ней необходимость и пользу. Фото без темных очков должно быть. Заходите на наш сайт. Все данные где я показываю. Ну и иногда. С днем рождения. Там поздравления. Вот о дне рождения что я пишу. Немножко. Дни рождения справлять не нужно. Я тебе им отвечаю. У меня есть такое. Дальше. Поздравляю с днем рождения. Как будто как тут какая-то есть твоя человеческая заслуга. Что вот год жили. Нарушали заповеди Божии. Крешили. И ангел не обрезал нить жизни. Поздравлять тут вовсе не с чем. Как говорит святой Иоанн Златоустая праздновавшие празднования дни рождения Ирода закончились гибелью величайшего пророка Иоанна Крестителя. Итак, день рождения никогда не следует отмечать. Ни подарки делать, ни праздновать по-мирски. Подарки можно делать в любой день. А нужно обязательно прочитать благодарственный канун ангелу-хранителю, что сберег в нашу жизнь и не отрынул нас вместе с нашей суетностью. Сходить в храм Божий, конечно же, приготовившись достойно к тому причаститься, если есть возможность сотворить милость кому-то, подать милостыню. День рождения напоминает нам о том, что на один год мы стали ближе к уходу с этой грешной земли и ближе к страшному суду Божию. А там ведь все не так, как здесь, как говорит нам Святая Библия. Лука 9, 23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за мною. Вот первая ступень. Отвергни себя, растопщи свое я. Тут нужны радикальные меры борьбы с самостью. Сираха 8, 39. Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. Ты помнишь, а ты умрешь. И тогда, ну можно ли говорить, когда я умру? Ну теперь это куда слова? Оно ни одно не подтверждается. Любой скажет. Дальше. Римлянам, 13 глава, 19 стих. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. И потому желаю вам проверить себя. Жить уже далее не так, как требуется по Слову Божию. Жить так? Откуда не так-то взялось? Жить уже далее так, как требуется по Слову Божию после рождения свыше. Жить абсолютно новой жизнью во Христе Иисусе. Жить под водительством Духа Святого, ожидая грядущего Мессии Христа, Бога Истинного, и знать Его Святую Волю, исполняя Ее. Дальше я говорю, наш сайт, все, что где я это показываю. Ну и теперь посмотрим, какие у нас пришли известия. Вот юноша пришел. Кто он такой? Николай. Это вообще повыше можно посмотреть. Николай Маргунов. Маргунов. Что он пишет? Я даже не считаю. Мелко так. Прямо сходу берем и считаем, это ночью пришло. Здравствуйте. Мой вопрос о молитве. В церковных лавках часто видел продающееся правило. Точное название. Молитвенное правило, которое преподобный Амбросий Оптинский благословлял читать во время скорби и искушений. В нем он советует одному из братьев читать избранные псалмы. Как я понял, этот брат терпел какие-то скорби. Притеснения от каких-то людей. В жизни всех христиан есть такие притеснения. От ближних и дальних людей. Но в Евангелии Господь говорит, что нужно молиться за людей, которые гонят тебя, притесняют. Считая правило преподобного Амбросия, мы как бы просим Бога защитить нас, но не молимся за гонителей. Как стоит христианину молиться в таких случаях? Молиться о гонителях или молиться о том, чтобы Бог помог их, защитил тебя по правилу преподобного Амбросия? А может молиться о тех, кто притесняет тебя и сразу о защите от них? Напишите, пожалуйста, где прочитать ответ. Спасибо. То есть именно так. Загонители или за то, чтобы их помиловал Господь? Вот человек, видите какой. Кто он такой? Михаил Сосницкий. Ну вот. Или Сосницкий. Кошечка у него, видите. Епископская у него здесь по ноге. И что? Многоуважаемый Игнатий Тихонович, прошу, поминайте в своих молитвах меня, сверхиепископа Михаила, чтобы слово благовестия и утешения, наставления на всякое благое дело и иные труды Господь помог нести и даровал все к тому надобное. А мне лично даровал умеренность и аскетизм, в которых я очень нуждаюсь. Спаси Христос. Умеренность ему нужен и аскетизм. Ну вот посмотрите на него и помолитесь. Да поможет ему Господь в умеренности и аскетизме жить. Вообще здорово. Дальше. Елена Маркова, Игнатий Тихонович посмотрел ваше видео, полностью согласна. К великому горе у нас тоже храмы уже не божьи, а дома торговли. А люди грешные, несчастные тянутся к Богу. Ну вот тут ничего больше нет. Следующая страница. Сейчас. Вот она где. Что? Никита Лейкин. Здравствуйте, Игнатий. С моей просьбой о троекратном погружении отказывают. Вы можете меня крестить? Храни вас Господи. У вас на сайте видео... У вас крестят людей. Ну да, у нас крестят... Готовятся люди. Испытание будет 7 июля. Но если это 7 попадает на понедельник, то в следующее воскресенье. Именно в воскресенье. Пишите, можно сговориться, дать маршрутку. Но только бороду не брить. Не говоришь там о табаке и прочее. Дальше. Юрий, город Елец. Здравствуйте, у меня вопрос о разводе. Помогите разобраться. Подозреваю жену в измене. Но доказать не могу. Сама не признается. Есть такие факты переписки с другим мужчиной. И он не первый. И есть факты встреч. Большего мне неизвестно. У нас двое детей. 18 и 6 лет. Оба мальчики. В браке мы 19 лет. Я против развода и хочу сохранить семью. Но она делает все, чтобы развалить ее. Даже от тела меня отлучила. Мне тяжело воздерживаться. Ответьте, пожалуйста. Как быть в такой ситуации? Она просит отпустить ее. Я противлюсь. Она может и сама подать на развод и уйти. Но не делает это почему-то. Брак у нас венчанный. Но это для нее не аргумент. Говорит, можно расторгнуть. Ну, в первую очередь, если она уйдет, она жива. Вам жениться нельзя. Определенно. До ее смерти. Священники разрешат. Есть одна причина развода. Матфея 16-19 глава. Это измена жены. Не доказано. Ничего нет. Она уйдет. Остаешься один. Пока она не умрет. Умрет. Свободен выездить за кого хочешь. Тут не надо играть. Никакой архиерея вам закон эти не может переписать. Дальше. Там еще вопрос у него. И еще такой вопрос волнует. Что Библия и святые отцы говорят об ответе за детей и за наши грехи? И конкретно за грех, прелюбодеяние и блудам. Вечная кара. Вечное мучение. А за детей я себе не воспитывал. А дальше уже отвечает за себя. Если детей не привел на небо, ну понятно что. Как ты будешь? Алексей Богунов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Разъясните мне, пожалуйста. Первое послание к Оринфянам, глава 12 стих 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафиба Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Данный текст вводит меня в заблуждение. И я не могу понять его. Дальше. Вот видите, кто-то звонит, Сергей звонит. Сейчас никак нельзя. Я с ним говорю. Сейчас закончим, а тогда можно говорить. Ну, не видно, там выключен динамик. Хорошо. Вот он, видите, вот заходит. Постоянно люди звонят. Ну, как есть, говори. И я не могу понять его в рамках православия, единобожия. И второй вопрос. Если позволите, в интернете наткнулся на статью язычников. Она меня не задела. Но ответы на поставленные вопросы, думаю, что мне лучше знать, чтобы в быту не смущаться, если кто задаст. В Деяниях Святых Апостолов, глава 2 стих 34 сказано. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, и сказал Господь Господу моему, сидя десной меня. Как понять, сказал Господь Господу? Заранее благодарю за ответы. Извините за прямоту вопросов. Надеюсь, много времени не займу. С Новым годом и Рождеством Христовым. Ну, это что сказать? В первую очередь, Духом Святым. Меня спрашивали на занятиях, а вот как баптисты? Я говорю, они Иисуса признают Господом? Да, признают. Дух Святой сделал это. Тут прямо. Так они не в церкви. Ну, это первые ступеньки засохли, дальше не идут. Им нужно рукоположение. Самое главное. Остальное надо отговориться, приняли, чтобы православное толкование не трогали догматику. Ну, пускай они без поручей служат, пусть икон не будет. И здесь что? Давид не вошел на небеса. Сидя десной мой, Господь сказал Господу. Ну, Господь Бог сказал Господу Богу, Сыну Второму лицу Святой Троицы. Вот что он сказал. То есть Господь, Он и есть Господь. Ну, вот это вот есть. Дальше. Петр Боев, брат Игнатий, вряд ли в ближайшее время получится поговорить. А какая цель у вас? Зачем вам об этом нужно? Ну, видите, он тут говорит не так. Я, во-первых, не захожу в контакт, его прислали. Его обзывают еретик, и он вышел на меня. Я, так сказать, хотел бы поговорить. А потом какие-то причины были. Я выставил это, а я не хотел тайно, а там встречаются с протестантами. Я говорю, вы их не обратите так. И он, я не знаю, не обиделся или еще, отец Петр, я не хотел вас обидеть. Это вы хотели поговорить со мной, не я. Не я. Если вы желаете, вы можете в скайп выйти. А ну, раз вы не стали выходить, я вижу, что вам это не надо. Я никому не отказываюсь, если он не хамит, не безобразничает. Так что мне это не надо, вам это надо, потому что мы разные в возрасте, у вас там, может, как... Ну, то есть есть о чем сказать. Пожалуйста, милости просим, отец Петр. Если я вас чем-то обидел, простите меня. Простите ради Христа. Но я ничего не сказал, только то, что опубликовал нашу маленькую переписочку. Наталья Неизвестная. Если можете, прошу ваших молитв, чтобы мать и отец не совращали души своих собственных детей и внучки. Мать убивала детей, аборты делала, и говорит, что если мы вместо их пяти двоих живем, что мы вместо их пяти двоих живем, а если бы не было нас, то было бы двое из тех, которым не дали родиться. Мать убивала детей, аборты делала, и говорит, что если мы вместо их пяти двоих живем, а если бы не было нас, то было двое из тех, которым не дали родиться. Ну, вопрос-то в чем? Мать и отец крещеные, но сознательно ненавидят церковь попов отец. Я ничего в этой жизни не имею, ни здоровья, ни стабильности. Они требуют, чтобы я приносила деньги в дом на благо, в золотой унитаз, например. Думаю, как мне убить себя? Ведь мне некуда идти, зарплата копеечная, стабильной работы нет. Спасение в тех условиях, в которых я нахожусь, оно невозможно. Когда-либо они окружены болезнями, но Бога нет в их понимании. Нет сил для жизни здесь. Или решиться и убить себя, чтобы не мешать матери и отцу. Ну, глупости, конечно, сумасшедшие слова. Значит, я советую только одну. Считай Святую Библию и пойди к местному батюшке в храмы Московского патриархата. И там, ну, увидишь священник-то, с одним поговори, с другим. И они тебе ответят. У нас все это на форуме выставлено. Добавить к этому я ничего не могу. Все сказано здесь. Вот. И теперь еще немножко взять. Ольга Ушакова. Ну, ничего нет. Она только поздравление. Или еще тут написано. Да хранит вас Господь. Что-то да. Да хранит вас Господь, маленькая буква. Дальше. Вопрос. Человек, как бы сам, Свидригалов-искуситель. Во свете Библии вся эта беседа есть провокация и тянет на стукачество. Через минуту после выхода из разговора. Но разбор тем зря. Не тратьтесь. И только то ценно, в чем не придется раскаиваться после смерти. Это от меня. Римлянам 14.22. Это мое, как бы, взято цитата. Ты имеешь веру, имею ее сам себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает тебя в том, что избирает. И дальше. Александр Дорохин. Я стараюсь руководствоваться этими словами. По тому и попросил вас рассудить. Благодарю. Заодно увидел, насколько вы компетентны в духовных вопросах. Спасибо. А можно поинтересоваться, как вы относитесь к святителю Игнатию Вреченину? Ну, раз канонизировано, значит, канонизировано, молимся и все. Как отнестись? Его выпустили в брошюрке. Он говорит, монашество кончилось, остались одни актеры. 1275 монастырей было. 1275. Он говорит, едва ли четыре, в которых едва теплится жизнь. Вот ответ. Ненависть всегда была. Они там с товарищем вместе приехали в монастырь, их отправили. Да, монахи возревновали, а он современник Пушкина. И близкий к императору был. Они по зависти не давали картошку. Говорят, картошку топором чистили. Я такого не видал. Это в монастыре идут. А которые богаты, шесть тортов кваса. Он все это описывает. Никола здесь. Никола это старобрядец. Как сказал, не Николай Николай, уже старобрядец. Дальше. Здесь Кристина Устинова и внук Думного Михаила Никола. Думного. Вот они сидят, видите, где-то. Ну, еще пока непонятно. Просто фотографию скинули. Хорошая фотография, как он одетый. Ну и проще. Платьишко могло быть подольше. Ну, то есть я тут могу сказать, смотреть на кого. Наташа Бутусова. Теплая света. Она поздравляет. Ирина Андреевиченко. Что-то она тут посылала, и теперь вот она стоит, Ирина. Мир вам, Игнатий. Помоги вам, Господи, ваше благородном, достойном деле. Ага. Вот оно как. Я тут ответ вот где нашел. Ну-ну-ну. Игла. Игнатия Брянчанинова никто бы и не знал, если бы искусственно его начали раскручивать. Его имя я упоминаю в своих 33 книгах, открытым оком. 175 раз. Он нигде ничего не сказал нового. Это был простой монах, нерожденный свыше, как и сотни тысяч таких же чернецов по всей России. Был лично знаком царю Николаю Первому и при ремонте старых зданий и монастыря получал щедрые дотации. Еще будучи в военной форме, любил богослужения, выходил тайно на службу самоволку и получал крепкую взбучку от своего, жалующегося вышестоящему начальству на него и боявшегося проявлений революционности. И далее по его биографии стилизованы. Но его канонизировали, и он признан святым, каковым я и признаю его. Прочтите его биографии здесь. Найдите в ней что-то евангельское, хотя бы строчку. Мои слова не сходятся. Я признаю его, но у меня есть Библия, во свете Библии я рассматриваю и говорю. Легко ушел на нарушение канона в церкви. В 26 лет стал священником, вопреки ясному правилу Шестого Вселенского Собора. Правило 14-15. Не рукополагать раньше 30 лет. 14-е правило. Правило святых и богоносных отец наших дособлюдается и всем. Добыва пресвитера прежде 30 лет, не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагать до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. Подобный диакон прежде 25 лет и диакониста прежде 40 лет, да не поставляется. Некий Сарийский 11-е правило, Карфагенский 22-е. 15-е правило Вселенского Собора. И по диакон, да поставляются они прежде 25 лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было священную степень, поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Ну вот и все. Извержен. То есть, сегодня если так сделать, 99% патриарших священников должны быть извергнуты вместе с архиереями. А это Вселенский Собор, да кто нарушает правила? У этого Дмитрия... Дмитрий это Игнатий Причининов потом стал. Нужно было извергать, а не в епископы проталкивать по протеже друга царя. Филиппийцем 1, 27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Ну а дальше его биография. Он на 8 лет моложе Пушкина. И дальше как он жил, что было. Вот вся его биография. Меня спросили, смотрите, какой материал даем. Это на нашем форуме все. Александр Дорохин. Матфея 16, 24. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Вы хороший книжник, благодарю. Интересно было прочитать про Игнатия Бринчанинова. Бринчанин. Посмотрел видео о царе и лжецаре, кому он нужен. Это мой ролик, так называется. Очень разумное рассуждение. Сам пришел к тем же выводам. У Затыныны есть имя, дьявол, противник. Христос же говорит, вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому. Матфея 5, 38. Тот же отец Рафаил Берестов вначале паспорт не стал брать. Шестерки ему не угодны. Потом экуминистр РПЦ, МП. А последнее видео смотрел. Он молится и ждет царя, то есть не царство истины Христовой, а царя, чтобы все было благополучно в России и православной церкви. То есть им не нужен Иисус как спаситель мира. Им нужен царь для благополучия. И дальше он поставил Осипов Алексеевич. Еще он говорит, православные, вот в России, это первые, кто примет Антихриста. Потому что они уже все подготовлены к этому. Анастасия Папуша. А, видите, какой приятный вид. Как одеты. Мужчина, как одеты. Ну, я никогда их не видел. Первый раз вот увидел их. Дальше, вот они стоят. Побольше бы таких приходов у нас в церкви. Вы просто уникальное явление. Побольше фотографируйте очень красивые фото. Это он мне пишет. Анастасия смотрела беседу с Мулой и его женой. Вы правда считаете, что грех, совершенный вчера, не вращуется покаянием и исповедью сегодня? Я так не считал. Нет, это не мои слова. Что вы имели в виду? И на христиан это не распространяется. И еще, если человек, не христианин, покается в тот же день, Бог снимет с него грех? Ведь все равно нужна исповедь. Да, мы перед другом прощения просим. А священник куда-то на власть отпускать грехи. Без этих священных рук, Иоанн Златоуст говорит, нет прощения смертным. Вот тут отвечаю. Ответ на эти вопросы. Если вы слушали беседу в доме Мулы, то я там говорил как раз о том. Римлянам 6.23. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Видите, как я отвечаю. Ну, допустим, человек нападает на меня. Ну, если бы он вот это место Писания, красным я выделил. Но если он нападает, что он делает? Я сегодня считаю, на молитве мы считаем Псалтырь, и я вот что понял. Он по третьему Псалму гоняет меня туда. Дальше. Господи, как умножить враги мои. Многие восстают на меня, многие говорят о душе моей. Нет ему спасения. Нет ему спасения. Лже-еретик, лже-пророк, лже-то все, лже-лже-лже. Ну, сказал, успокойся. Лже, ну, все так и есть. Ну, помолись обо мне. Там Дудин или кто там с Хворотовской. Помолитесь. Ну, а дальше-то я отвечаю. Но ты, Господи, ищи предо мною. Слава моя, и ты возносишь голову мою. Глаза моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Они не видели, не нюхали этой баланды, не были в тюрьмах, не были то, что у меня было. Они не знают этого совсем. Он нападает на великая награда ваша на небесах. Ему выпала такая участь. Не на него надо обижаться-то, а за ним, кто стоит и действует через него. То есть дьявол. Они сделали слугами дьявола в данный момент, и за них надо молиться, чтобы они не погибли. С позиции вечности, что это значит? Ну, взяли детей, я отняли у тебя, на твоих глазах резали их там, как сейчас в рабство продают. Ну что? Это все в вечности, это никакого значения не имеет. Минута одна, секунда одна. Вся наша жизнь. И дальше. Не обоюсь тем народам. Тем народам, то есть тьмы. Тьма 10 тысяч. И даже много тысяч, по 10 тысяч, тем, несколько тем. Которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. И стоматологически с кого они будут вылазить-то? От Господа спасение над народом Твоим благословение Твое. Он нападает сегодня. Я только открыл утром псалтыр, читаю, и они говорят, нет ему спасения в Боге, нет. То есть они за Бога себя ставят и выше Бога поднялись. Ну, если сатана обуял, это гордыня и прелесть. Эти люди гордыня и прелесть. Это у них слова, они от себя на меня накладывают. Гордыня и прелесть. У меня есть чувство благодарения. Вот вчера только вошла одна казашка из Казахстана. Я узнал, где она, около Алматы. Я говорю, помоги мне найти, которая была врач у нас в зоне, в Жанатасе. И человек был один, в словах Владимир Васильевич, начальник отряда, я не знаю, он был капитан, кажется, или старший лейтенант, найти, чтобы мне их отблагодарить. Я стараюсь найти, которые 30, 40 лет, 50 лет назад со мной встречались. Я еду в другие города, в другие области, стараюсь найти и сделать подарок книгами им. У меня развито это чувство отблагодарить. И вот я пользуюсь вот этим поисковиком библейским. В каждой книге 3 тысячи. 30 томов, 90 тысяч. Ну, то есть я им воспользовался не менее как 200-250 тысяч раз. Но в самом начале я спросил, а кто это состав такой удобный? Никто не знает. Я попросил на наши компьютерщики найти. Нашли его. Тимофей Ха. Вьетнамец. Закончил университет Ломоносова. Я его нашел, связался и выслал ему подарки. Вот, понимаете, я спросил, вы знаете эту систему «Знаем?» А вы узнали кто? Не знаю. А вы найдите их. Я постарался узнать, кто телефон изобрел. Как-то помочь. Как-то и каждый день молюсь. Кто изобрел мобильный телефон-то? Мартин Купер. А интернет где? Знаете кто? Тим Берлер Сли. То есть Тимофей. И каждый день я молюсь за них, Господи, и за Тимофея Ха. Господи, воздаем добром. Какое они добро сделали? Конечно, некоторые неправильно этим пользуются. Чувство благодарности это Бог дает. И кого не спрошу, они не знают. А как-то так. Я обратился к Богу, еду в Латвию, и там дома нет, а я падаю там и молюсь и простираюсь перед Богом. Господи, этот день изменил моей жизни все. Эти люди не православные были. Но они умерли. Что можно сделать для них? И каждый день, каждый день стучу к Богу. Ну мы разные люди, кто на меня нападает. Они получали от меня книги, я им посылал. Они, ну как подарок, раз ничего не заплатили. Буду считать за подарок. Ну остановитесь на этом. Все, что вы говорите обо мне, все правильно. Ну успокойтесь на этом. А кто у вас епископ? Я говорю, ну папа римский епископ наш, епископ. Венедикт и Франциск. Ну успокойся. Ну на понедельник у нас, на вторник у нас патриарх Кирилл, на среду армянский, копский, сирский. Ну успокойтесь. Я уж не знаю, что им сказать. Им надо, чтобы над нами был кто-то, который мог бы нас задавить. Вот что нужно. Нас Бог освободил от этого. Мы никуда не уходили. Патриархии мы не были. Община вне образована была. Вне. Никогда мы там не были. А которые зарубежные были, этих заставили всех приходу уничтожить. А мы есть. Ну а мы тогда отходим. У нас в списках не только и всего. Мы признаем патриарха. А кто у вас епископ? Вы сами видите, кто служит у нас. А которые были, тех и поминаем. Нам Бог дал полную свободу. Нас никто не может зададавить. Это супер уникальное положение общины. Бог увидел нас и дал. За 2000 лет такого не было, чтобы бросить две общины, в другую юрисдикцию перекидывать. Они Бога не знают, если кто так делает. Видит, говорит, волка и бежит. Вот Евангелие от Иоанна, 10 глава, 12 стих. Видит, волка там патриархии, но бросил и все, общин мне ваших не надо и прочее. Это наемник. Пастырь никогда бы этого не бросил. Митрополит Виталий не бросил бы. А эти все это бросают и все подписали. А об этом не было разговора. Только о каноническом признании. То есть это путинская победа. Это Путин сделал. И они все распластались перед ним. Как шкуру убитого медведя. Вот. Вот я показал, что есть. Еще немножко. Так, что тут нужно показать еще? Ага. Это мы посмотрели. Это у нас и идет. Это во свете Библии. Ну, практически все. Сейчас еще чуть-чуть прочитаем. И на этом конец. Вот. Это наш православный видеоканал. Больше 4000 роликов. Ну, просто зарядите. Вот на открытом окне во свете Библии. И прошу всех, приходите на наш форум. Вот он. Сейчас я отдельно его суну. На него. Вот он вышел. Вот. Это 1500 с лишним тем. Богатейший. Вот сайт, ему равных нету. В мировой сети форум. Сомневаюсь, что столько есть. Сколько разных тем. Заходите. Вот здесь находите сообщения. Сюда пишите вопросы. И если все хорошо, постараюсь ответить. Ну, и все как будто бы. Сейчас еще один раз гляну. А вот, что я отмечаю. Прочитать еще на закуску. Видите, сколько мест я привожу из Библии. А они, ну, ничего нет. Злоба исходит, и все. Нет ему спасения в Боге. Я нашел как. Господи, прости им всем. Прости. Я бы им счет отдал. Купил нам пенсию. У меня пенсия 6275 рублей. И 3 копейки. И все равно бы я им счет окупил. Ну, далек они. Я говорю, что Бог никогда и никому ничего не прощал. И не может прощать за так. Просто по милости своей и долготерпению. Бог свят, и потому за любой грех, возмездие, только смерть. Мы все грешники, и все умираем. 1 Коринфянам 15, 22. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Вот так. Это название книг не считай. Много места займем дальше. О, что ты сделал? Ты, Адам, когда ты согрешил, то совершилось падение не на тебя одного, но и на нас, которые от тебя происходим. Сирахов. От жены начало греха, и через нее мы все умираем. Вот. Вот потому-то и явился Сын Божий Иисус Христос. Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Пророк Исаия, 53 глава. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы вселились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Евреям, 9, 22. Да и все почти по закону очищаются кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 1 Иоанна, 1, 7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот теперь исповедь с верой, что грехи наши понес на себе Сын Божий и дает прощение. А иначе чем отличается покаяние буддиста, мусульманина от покаяния христианина? Вот еще немножко. Татьяна Ветрова. Вот как она сделала. Храни вас Бог. Вот так. Ну и вот. На сегодня все. До завтра. Приходите на наш форум и там ставьте свои вопросы. Форум Игнатий Лапкин. Зарядите Яндекс, Гугл, и все понятно. Ну что, показывай верх. И на этом все. Снимал у нас Владимир Пач.